На улицах Гродно в утренний час пик образовались километровые пробки. В связи с закрытием Поповичского моста основная нагрузка легла на Старый мост, Румлевский и Кольцо у Филармонии, где и без того оживленное движение. Водителям пришлось перестроить свои маршруты. Общественный транспорт также теперь курсирует по-другому. Многие гродницы не рассчитали время и не успели добраться до работы или учебы вовремя. С утра госавтоинспекция мониторит ситуацию на дорогах с помощью ковдрокоптера. Главная задача – выработать оптимальные пути передвижения, чтобы избежать коллапса. В первую очередь инспекторы ГАИ предлагают минимизировать поездки в центр через Старый мост, выбирая Румлевский или Восточный. Двигаясь с улицы советских пограничников в сторону Кольца Филармонии, разрешено ехать прямо. Левый поворот открыт только для движения маршрутных транспортных средств. Остальной транспорт может попасть на Старый мост со стороны табачной фабрики и Белкарда. Сегодня обследование показало, что наиболее загруженными у нас являются подходы к Старому мосту, улица Большая Троицкая, улица Суворова, улица советских пограничников. А также проспект Румлевский и сам непосредственный Румлевский мост. Поэтому госавтоинспекция настоятельно рекомендует минимизировать движение по Старому мосту и перераспределить свои транспортные потоки на Румлевский и Восточный мост. В пиковые периоды, это утренние и вечерние часы пик, все-таки предпочтительнее использовать для дорожного движения Восточный мост, где есть какой-то резерв пропускной способности. Наиболее нагруженный транспортный узел это у нас кольцевая развязка возле областной филармонии. Для этого в наиболее нагруженные часы, для того, чтобы она хоть немного работала и минимизировать транспортную нагрузку на Старый мост, периодически вводятся ограничения в движении личного транспорта со стороны улицы советских пограничников на Старый мост. Напомним, на прошлой неделе Поповичский мост полностью закрыли для всех видов транспорта, как минимум до 10 октября. При проведении капитального ремонта рабочие обнаружили дефекты и появилась необходимость дополнительно исследовать несущие конструкции. В планах провести масштабный ремонт на объекте. Добавим, что проект по реконструкции нового моста на улице Поповича можно считать самым дорогим на ближайшее время в Беларуси. Предварительно его капремонт обойдется примерно в 65 миллионов рублей. Продолжение следует...